с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 16 июня международный день африканского ребенка или день защиты детей африки также сегодня отмечается международный день семейных денежных переводов оказывается есть и такой в 2018 году выяснилось что в мире живут и работают двести сорок четыре миллиона мигрантов еще несколько десятилетий назад денежные переводы никак не учитывались а сегодня масштаб и объемы денежных переводов один из ключевых факторов современной мировой экономики ну а теперь о родившихся 1313 год предполагаемая дата рождения одного из первых представителей литературы возрождения дювани бокаччо его декамерон собрание ста повестей рассказанных обществом из семи дам и трех мужчин которые во время чумы переселились деревню и там коротали время церковь резко осудила декамерон называя его безнравственным произведением и настаивала на отречение автора от своего детища бокаччо почти поддался этой травле но от сожжения рукопис спас никто иной как петрарка он удержал бокаччо от этого неразумного шага 1873 год рождается антонина нежданова певица лирика колоратурная сопрано профессор московской консерватории народная артистка ссср герой социалистического труда ну а в 1894 году родился федор толбухин командующий войсками южного четвертого и третьего украинских фронтов маршал советского союза герой советского союза артемий троицкий родился в 1955 году музыкальный критик анатолий чубайс в 1955 всем он запомнился прежде всего как инициатор чековой приватизации председатель правления росна на ныне ну а теперь о событиях 1917 год в петрограде открывается первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов на нем присутствует свыше тысячи делегатов из которых только 105 большевики меньшевики заявляют в настоящий момент в россии нет политической партии которая говорила бы дайте в наши руки власть уйдите мы займем ваше место в ответ владимир ильич ленин бросает с места так это легко есть такая партия 1925 год 16 июня в уютной и живописной бухте где тишину и покой охраняет древний аюдак зазвучали детские голоса и под звуки горна возявился флаг и открыл свою первую смену лагерь санаторий общество красного креста артек имени молотова 81 артековцев жили у самого моря их размещали в четырех брезентов их палатках высоких светлых с деревянными полами хотя их убранство и состояла из простых обтянутых парусиной кровати деревянных табуретов и грубых прикроватных столиков все содержалось в большом порядке клара цеткин у нас с ней естественно 8 марта прежде всего ассоциируется посещая в том же году лагерь напишет хотите ли вы видеть свободных счастливых детей посетите летний лагерь устроены красным крестом в артеке но сегодня артек это международный детский центр отдыха пожалуй самый известный в мире 1959 год двери для посетителей распахнула выставка достижений народного хозяйства в днх созданная на основе трех существовавших ранее в москве выставок и призванная демонстрировать миру все самое лучшее чем только мог похвастать советский союз строительство начиналось еще при сталине но репрессии война все время отодвигали реализацию этого уникального в своем роде проекта а в июне 1961 рудольф нуриев вместе с труппой кировского театра находится на гастролях в париже но его неожиданно вызывают в москву его подруга миллионерша клара сент пришла провожать нуриева в аэропорт и прошептала ему на ухо ты должен подойти к тем двум полицейским и сказать я хочу остаться во франции заподозрив неладное сотрудники госбезопасности начинают оттеснять нуриева но он вырвался и совершил один из своих знаменитых прыжков приземлившись прямо в руки полицейских со словами я хочу быть свободным репортеры называют этот прыжок прыжком к свободе в советском союзе нуриева приговорили как предателя родины к семи годам исправительно трудовых работ с отбыванием срока в колонии строгого режима а он тем временем стал звездой мирового масштаба 1963 год сообщение тасс сегодня в 12 часов 30 минут по московскому времени советском союзе на орбиту спутника земли выведен космический корабль восток-6 впервые в мире пилотируемой женщины гражданкой советского союза космонавтом товарищем терешковой валентиной владимировны терешкова будет находиться на околоземной орбите в течение трех дней для изучения влияния невесомости именно на женский организм тот же день в космос будет запущен еще один пилотируемый корабль который за время полета совершит 49 оборотов вокруг земли в апреле 1963 года наконец договорились о групповом полете мужчины и женщины по мужской кандидатуре без особых противоречий пришли к соглашению быковский вокруг женских кандидатур говорят кипели страсти королев объединившись с гагариным уговорил поддерживать терешкову академия наук в лице келдыша отстаивала пономареву предлагает терешкову дублером в мае кандидатура валентина владимировна была утверждена несмотря на состояние вестибулярки чайка выполнила всю программу к тому же обнаружила ошибку в программе выхода на посадку и исправила ее иначе корабль вместо траектории на спуск приобрел бы траекторию на уход дальше в космос 1996 год первый тур вторых выборов президента россии во второй тур проходит действующий президент борис ельцин и лидер коммунистов геннадий зюганов третьим неожиданно для многих становится отставной генерал александр лебедь что повлечет за собой через два дня крупные перестановки в кремле бывший президент ссср михаил горбачев получает лишь 0,5 процента голосов события дня еще одно в завершении 1972 год публикуется постановление цк кпсс о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма эта инициатива тогда принадлежала лично леониду брежневу после отмены сталином и рыковым в 1925 году сухого закона постановление 72 года первый за всю историю ссср правовой акт касающийся алкоголя его вызвала алкоголизация населения как тогда думали наверху пролетариат стремительно спивается на всех предприятиях рабочий день начинается с похмелья так что после обеда редко можно встретить трезвого человека указ сводится к трем практическим шагам крепкие напитки разрешают продавать с 11 до 19 в уголовном кодексе появляются новые статьи совершения преступлений в пьяном виде считается отныне оттягчающим обстоятельством третье нововведение сводится к подорожанию самой водки вместо привычной полулитровки по 3 62 появляется водка под названием экстра за целых 4 рубля 12 копеек откликом на непопулярные санкции станет знаменитое стихотворение стишок даже если будет 8 все равно мы пить не бросим дружно скажем и лечу нам и 10 по плечу если ж будет 25 будем снова зимний брать но тогда в 1972 еще не знали что настоящий сухой закон придет в историю страны во время правления горбачева впрочем ни до ни после ни один из строев так и не решил проблему а самое главное не нашел умелый баланс иметь в стране здоровых трудоспособных граждан и еще при этом умудряться продавать им водку в глобальных масштабах пить или не пить для россиянина почти как быть или не быть для всех остальных с вами был николай пивненко в проекте дата